Дважды на те же грабли. В ночь со среды на четверг уроженец Тельвиски угнал автомобиль от дома по улице Заводской. Доехав на нем до поселка Искателей, бросил автомобиль в районе улицы Монтажников. И здесь же неправомерно завладел другой иномаркой, направившись на ней в сторону окружной столицы. В районе месокомбината угонщик не справился с управлением и съехал на обочину. В обстоятельствах этой весьма странной истории сейчас разбираются сотрудники отдела ГИБДД. С подробностями Михаил Веселов. Все угоны автомашин в нашем городе происходят примерно по одному сценарию при схожих обстоятельствах и почти с одинаковыми последствиями. Это преступление не стало исключением. В ночь 16-18 сентября текущего года на территории Ниньского автономного округа у нас было зарегистрировано два факта неправомерного завладения транспортными средствами. Так, на улице заводской города Наринмара местный житель, находясь в состоянии опьянения, неправомерно завладел транспортным средством путем разбития стекла, после чего направился в сторону поселка Искателей. Как мы все понимаем, дальше Красного или нескольких десятков километров по Лаевожской дороге из Наринмара не уедешь. То есть речь не идет об угоне в корыстных целях. Однако же совершено преступление. Причем два эпизода. Вот примерно здесь угонщик, бросив Ниссан-премьеру, которая закончилась горючая, пересел в черный Крайслер. Угонщик не справился с управлением. Машина в районе мясокомбината пересекла полосу встречного движения и в нескольких метрах от пешеходного перехода въехала в канаву. Вот следы от протекторов Крайслера. Полицейскими в ходе разыскных мероприятий было установлено, что это водитель 89-го года рождения. Хочется отметить, что оба транспортных средства были открыты и исключены в замке зажигания. Хочется обратиться к жителям города. Убедительная просьба более внимательно относиться к своим транспортным средствам, закрывать двери и не забывать ключи в замке зажигания. Теперь незадачливого угонщика ждет суд. Он и определит меру наказания с учетом отягчающих обстоятельств. Михаил Веселов, Владислав Ткачев, Телеканал Север.